70% российских студентов и школьников хотели бы стать участниками студенческих российских отрядов. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здравствуйте! К теме молодежных студотрядов мы еще вернемся. Сегодня вы также узнаете. Здравствуйте! Добро пожаловать в мой дом! Идеальные помощники. Какие интеллектуальные IT-системы разрабатывают в КФУ? Еще один объект. Может быть, в ближайшие несколько лет включен в список всемирного наследия. Обсерватория Казанского федерального в предварительном списке ЮНЕСКО. Что это даст университету? Сури, раскол, комитет печей, в пенсиновых сапогах, не страшно! С песней «Работать веселей». Как попасть в студенческий отряд и где работают ребята? Я сейчас могу полноценно управлять танком. Настоящие мужчины. Почему студенты идут в армию и о чем всегда помнят ветеран Афгана? Робот-учитель. Робот-поисковик. Инженер-манипулятор. Когда-то казалось, что все эти картины из будущего, однако это наше настоящее. Причем оно совсем близко. В Казани, например, уроком английского языка воспитанников детского сада изучал Дарвин. Это динамический антропоморфный робот, запрограммированный на образовательную функцию сотрудниками Казанского университета. В лаборатории интеллектуальных робототехнических систем ИТИС разнообразие роботов. Одни помогают в промышленной сфере, другие в поисково-спасательных работах. Есть и мобильные системы, и беспилотные. Для чего нужны все эти IT-игрушки и как они участвуют в образовательном и научном процессе, увидела Наталья Никифорова. Здравствуйте! Добро пожаловать в мой дом, в лабораторию интеллектуальных робототехнических систем. Меня зовут Дарвин. Благодаря сотрудникам лаборатории я могу разговаривать и двигаться. А еще этот робот знает английский, русский, татарский и легко может давать уроки, как детям, так и взрослым. Такая практика уже была, когда в одном из детских садов в Казани он помогал вести урок для ребятишек на английском. А после ребята в благодарность нарисовали Дарвина и подарили ему его портреты. Мы проходили с детьми разные темы, числа, цвета, животных, ну и все такое. Делали с ними зарядку, детям очень понравилось. Сейчас в лаборатории интеллектуальных роботехнических систем КФУ ведется несколько проектов, связанных с промышленными, поисково-спасательными, мобильными, беспилотными, наземными и летательными роботами. Роботы у нас уже готовы. Студенты сами с паяльниками не сидят. Ну, я не могу сказать за всех. У нас есть такие, скажем так, энтузиасты, которые действительно хотят разрабатывать что-то свое. У них есть такие проекты. Но в большинстве своем у нас уже готовое оборудование. Это российское иностранное оборудование, с которым работают студенты. Этот мобильный робот-инженер разработан российской компанией «Сервосилой» для поисковых, спасательных операций при природных и техногенных катастрофах, а также для проведения технических и саперных работ. Студентка второго курса магистратуры Александра Доброквашина за два года научила его ориентироваться в пространстве и создала его компьютерную модель, чтобы безопасно тестировать на свои новые разработки. Шутка ли? Каждый робот стоит больше миллиона рублей, а этот еще и похож на мультяшного героя Вали. Очень многие так говорят, что он похож на Вали. Ну, не знаю, для меня инженер – это инженер. Это для меня уже свой как-то, не знаю, член семьи, если можно сказать. Лирс, наверное. Он уже полноправный, мне кажется. У нас на 14 этаже представлены короткие версии наших исследований. Это постеры, которые были представлены на различных конференциях. После того, как конференция заканчивается, мы не выкидываем эти постеры, а вешаем на всеобщее обозрение, каждый может с ними ознакомиться. А это уже совместный проект ИТИС лабораторией нейроморфных вычислений и нейросимуляции. Задача – оживить и дать эмоции этому роботу. Мы пытаемся ее, так сказать, оживить, внедрив в нее какие-то эмоции на базе спайковых нейронных сетей и модели Левхейма. То есть какие-то базовые эмоции – голод, страх, радость. Мы пытаемся эмулировать какие-то более комплексные эмоции на данном роботе. Но если этот проект пока в планах, то вот этот мобильный робот-курьер предназначен для работы внутри помещения и используется для изучения взаимодействия роботов с людьми и роботов с роботами. Стоит отметить, что Артур Хаситинов, студент магистратуры, уже многому его научил. Мой проект – это инвентаризация склада. Я использую данного робота для навигации по складу, для остановки возле стеллажей. Также дополнительно используется второй робот. На нем стоит бесплатный летательный аппарат «Квадрокоптер», который взлетает для считывания AirFit методов на стеллажах. В лаборатории сейчас трудятся 9 человек. В этом году они отметят свой первый юбилей. Пять лет назад ее создал профессор Евгений Магид. Под его руководством она успешно развивается и сегодня. А это десятки выполненных успешных проектов и грантов. Вот и сейчас здесь ведется работа под двум международным грантом. И планов впереди громадьё. Мне очень нравится преподавать английский язык. Иностранные студенты Казанского университета могут вернуться к очному обучению без прохождения карантина. Это касается граждан тех стран, с которыми возобновлено авиасообщение. Конечно, есть некоторые условия. Нужно дважды сдать тест на ковид. Первый – за три дня до прибытия в Россию. Второй – в течение 72 часов после въезда на территорию нашей страны. Сейчас в Казанском федеральном университете обучаются более 10 тысяч студентов из 101 страны мира. И некоторые из них для учебы выбирают Институт международных отношений. Здесь сложился сильный коллектив исследователей, который занимается проектами по охране и защите культурного наследия. Об этом мы и поговорим с директором Института Рамилем Хайруддиновым. Здравствуйте, Рамиль Равилович. Добрый день. Приветствую вас в стенах нашего Института международных отношений. Сразу первый вопрос. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Что это значит для университета? Значение этого события простирается далеко за рамки Казанского университета или Республики Татарстан. На самом деле это событие мирового значения. И речь идет о том, что еще один объект культурного наследия Российской Федерации может быть в ближайшие несколько лет включен в список всемирного наследия. Что это означает? Это дает огромное количество преференций не только России и Татарстану, но и, как вы понимаете, Казанскому университету. Поэтому каждый культурно образованный, интеллигентный человек, человек, любящий путешествия, любящий историю и культуру, будет знать о том, что есть на карте точка, связанная с Казанью, с Казанским университетом. Ее обязательно надо посетить, это место, и познакомиться с тем богатейшим наследием, которым обладает не только обсерватория, но и университет Казань-Республика. В Институте международных отношений часто выступают эксперты с мировым именем. Знаю, что и 26 февраля мы ожидаем очередных гостей. Расскажите, о чем они нам поведают и с кем еще ведутся переговоры, чтобы они выступили в Казанском федеральном? Институт международных отношений выстроил очень тесные взаимоотношения, творческие, рабочие, с целым рядом ведущих академических институтов Российской Академии наук, в первую очередь в гуманитарной сферы, с зарубежными партнерами и практически ежемесячно, зачастую еженедельно, особенно в весенний-осенний период, Казанский университет и Институт международных отношений посещают с лекциями представители ведущих научных и исследовательских институтов. В конце прошлого года в Болгарии прошла международная зимняя школа Российского исторического общества. Сейчас готовится следующая. Можно узнать о ней подробнее? Да, и вы знаете, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Владимирович Путин дал соответствующее поручение правительству Российской Федерации, Российскому историческому обществу, Общественной палате России приступить к реализации большой программы проведению международных исторических школ, как зимой, так и летом, на котором были и обсуждались вопросы, связанные с историей, экономикой, современным положением России, а участниками ее были бы иностранные студенты, причем не только те, которые обучаются в России, но и за рубежа так называемые русисты. И мы горды тем, что первый этап был доверен именно Татарстану, Казанскому федеральному университету. Мы активно работаем с Российским историческим обществом, и первая ноябрьская часть прошла превосходно, и посчитали возможным продлить ее. И второй этап мы реализуем уже в марте. Вновь приезжают большое количество иностранных студентов из самых различных стран мира. И в конце хотелось бы поговорить про трудоустройство выпускников, как институт помогает им в этом вопросе, и где можно встретить выпускников именно Института международных отношений. Институт наш очень большой, один из самых крупных в составе Казанского федерального университета. На сегодняшний день его численность составляет 6 тысяч, и понятно, что и поступают, и становятся выпускниками более тысячи человек, но за каждым из них, по крайней мере, мы пытаемся поддерживать связь и отношения. Мы реально оказываем помощь. Для этого существует специализированный центр профориенционной работы, который поддерживает и выпускников. И мы знаем, что наши выпускники очень успешные люди, которые находят себя в самых различных областях. Но это связано и с большим количеством направлений к подготовке, которые мы осуществляем. Ну и тем, что наш выпускник – это в первую очередь эксперт, аналитик, человек, который владеет двумя и более языками. И поэтому мы спокойны за наших выпускников. Знаю, кстати, несколько выпускников и в нашей медиасфере. Да, совершенно верно. Большое спасибо, Рамиль Равилович. До скорых встреч. Благодарю вас. Спасибо. Студенты Казанского федерального университета стали победителями премии «Студенческий трудовой отряд года». Наградили ребят во время республиканского форума «Работа молодым». На этой неделе страна отпраздновала День российских студенческих отрядов. К этой дате интересную статистику опубликовал в ЦИО. Каждый второй студент и каждый третий школьник слышал о студотрядах. При этом 81% опрошенных считает, что эта организация формирует чувство патриотизма у ее участников. Более того, определены и ценностные ориентиры членов студотрядов. Это семья, здоровье и самореализация. И отметим особо. Уважение и помощь другим людям среди студотрядовцев были более цены, чем для других опрошенных групп. Это та самая социальная составляющая работы молодых. Причем не стоит забывать, что они, работая летом, зарабатывают. И тратят эти деньги совсем не так, как если бы их им дали родители. Роза Зарипова пообщалась с теми, кто помогает строить, воспитывать и сервировать стол. Сервировка стола начинается с тарелок для вторых. Как пользоваться столовыми приборами Ирина знает без всякого гугла. Она командир студенческого сервисного отряда «Аврора». Гостеприимство и приветливость – это те качества, которые в себе раскрыла Ирина. На самом деле, ранее я была очень скованным человеком. И за время деятельности в студенческих отрядах я научилась, учусь до сих пор, говорить на публику, общаться с публикой. Раньше я даже, представляя себе, этого на самом деле не могла. Сервисный студенческий отряд при КФУ – это молодое направление. Открылось пару лет назад. На свои первые заработки Ирина отправилась в Санкт-Петербург работать официанткой. А прошлым летом уехала в Крым. За летнее время работы бойцы этого направления зарабатывают от 40 до 100 тысяч рублей. Тратят все по-разному. В основном на оплату учебы, иногда на подарки. На самом деле, кто на что тратит. Ребята, которые со мной работали, кто-то отложил, кто-то купил себе новый ноутбук. Кто-то купил драгоценности родителям, можно сказать. А лично вы на что тратите? Лично я отложила. Добрые дела начинаются с тебя! А ребята из социального студотряда «Мираз» работают за простое спасибо. Выполняют тяжелую и не всегда приятную работу. Бескорыстно и безвозмездно. Им платят не рублями, а простыми словами благодарности. Мы помогаем бабушкам, дедушкам по бытовым делам. Почистить снег, убраться дома, помыть подоконники, полы, что угодно. Также мы помогаем школьникам деревень. Мы агитируем их в институты, КФУ. Вообще, это очень интересно помогать другим, но в отряде. Это, во-первых, и согревает душу, и очень полезно. Ну, наверное, это главная причина, почему я пошел в социальный отряд студентов «Мираз». Казанский университет – это один из старейших вузов России. Вот и сегодня студотряд приехал в 145-й лицей Казани. Рассказывают про студенческие отряды, знакомят школьников с учебой университета и делятся своими эмоциями о жизни в отряде. Самое важное – это уверенность в себе. Самое важное, что дал мне отряд также – это друзья. Это люди, которые меня окружают, которых я нашла благодаря, которых я обрела благодаря студенческим отрядам. Вот, и опыт, конечно же. Свой первый трудовой семестр в Азнакаево в 1971 году отправился Николай Игнатьев. Сегодня он уже ветеран строительного студенческого отряда КФУ. Попасть в стройотряд тогда было так же, как и сегодня. Поступить в вуз непросто. А у нас отбор строгий был, чтобы кто-то что-то умел своими руками делать. Конкурс был в отрядах. И вот в наше время, когда я студентом был, три человека на место. Уж от девушек вообще отбоя не было. Многие пытались, хотели попасть в наш отряд. Факультет-то в основном где-то 50 на 50 был. Наполеон женский, наполеон мужской. Филологов было много. И многие хотели попасть в наш отряд. Но работы тяжелые все-таки на стройке. Оберегали мы их. И брали только в качестве поваров, вожатых. Научиться жить в коллективе, общаться, работать и дружить – это лишь те немалые обстоятельства, за которыми ехали тогда на целину. Это были не просто отработки и заработки. Люди знакомились, влюблялись и создавали студенческие семейные пары. На зарплату можно было даже сыграть свадьбу. А зарплата была такая, скажем, стипендия была 30 рублей. То получал в среднем боец 600 рублей. То есть в 20 раз больше. И ехали-то в основном никак не за большими деньгами в стройотряд, а именно хлебнуть романтики коммунной жизни, отрядной жизни. По традиции день студенческого отряда отмечается с певками. Это еще один повод надеть вновь куртку бойца и быть рядом с близкими по духу. Найти ребят и стать частью команды можно, заполнив заявку в группе соцсетей – штаб студенческих отрядов КФУ. У нас всегда есть свои отрядные песни, которые они поют. И без гитары у них не проходит ни одно мероприятие. Это сближает ребят, это у нас самая главная традиция, скажем. Я еще не разучился радоваться, рисую осколками кирпичей и пизиновых сапога. Не страшно, двери тесной ногами лучей. Красные яблони падают вниз, когда ветер сильнее дует. Тише меня зовут... Роза Зарипова, Булат Садыков, Алексей Румянцев, Виолетта Басова. КФУ. Итоги недели. В Казанском федеральном университете существует 21 студенческий отряд. Они объединяют около 600 человек. Лучшим отрядом года по комиссарской деятельности стал астероид. Так называется отряд Елабужского института КФУ. С представителем этой профессии, проводником поезда, мы сегодня и пообщаемся. У нас в студии Ангелина Чулина. Здравствуйте, Ангелина. Здравствуйте. Сколько лет вы уже проводником работаете? Я работаю проводником три года. Это сколько получается? Три лета? Три лета и две зимы. Ничего себе. Ну и как? Интересно. Ну вот я вижу, сегодня у нас в студии здесь тот знаменитый стакан, билет и постельное белье, я так понимаю. Обозначим так. Ну давайте начнем, наверное, с билета. Давайте, да. Без него в поезд не попасть. На что здесь нужно обращать внимание в первую очередь? В первую очередь мы обращаем внимание на номер поезда, вот в данном случае 133. Затем мы смотрим на дату отправления поезда, потому что бывают случаи, когда пассажиры приходят либо из другого месяца у них, либо на другое число у них билет куплен. Это как можно месяц перепутать? Ну бывает. Возможно, кому-то купили билет там по ошибке или по ошибке опечатались. Ну и на номер вагона, соответственно. Все понятно. Ладно, с билетом разобрались. А тут знаменитый стакан с подстаканником. Можно рассказать про него? Может, есть какие-то истории? Так. Ну, стакан с подстаканником мы обычно, ну, по просьбе пассажиров мы им даем либо с чаем, либо без чая, как им нужно. Я вот сейчас уже пролю его, да, если бы здесь сейчас был чай? Да. Нужно его нести аккуратно, с ровным дном, параллельно полу. Вот. Я обычно несу двумя руками, потому что бывает всякое. Проливали? Ошпаривала руку. Ну, так нет, сильно не проливала. Еще обязательно предупреждаем детишек о том, чтобы они не бегали, потому что в любое время любой человек может пойти с кипяточком, и это может плачевно кончиться. А бывало такое, что пассажиры забирали стакан или подстаканник с собой? Да, бывало, на самом деле. Ну, он просто очень красивый, и любым нравится, и как сувенир от поездки часто бывает. Ну, вот подстаканник действительно вы не хотели себе? У вас есть такой? У меня нет подстаканника, но я хотела, очень себе хотела такой. Ну, я видела, на всяких ярмарках их, в принципе, продают. Возможно, тоже на Териле, не знаю. Понятно все. Ну, и постельное белье, да? Что с ним? На что нужно обращать внимание? На постельном белье мы обычно смотрим, есть ли какие-то на них пятна, загрязнения, и, соответственно, целостность пакета, потому что бывает, что оно рвется. А бывает, что забирают постельное белье с собой? Постельное белье целый комплект иногда забирают. Иногда забирают только полотенце. Ну, это подотчетное имущество, и я вам не советую так делать. Иначе потом грозит, да, штраф или что-то потом? Ну, проводнику придется потом расплачиваться. Вам приходилось расплачиваться? Да, к сожалению, да. Понятно все. Ну, и вот вы ключ держите в руках, а они как и на стол отказались его класть. Почему? Ну, это, не знаю, это примета какая-то уже очень давняя, потому что один раз, когда я в первые рейсы ездила, я тоже ложила его на стол, и меня ругали, потому что это считается плохой приметой. В этом рейсе, возможно, будут проверки, ревизоры. А эти ключи чего условно? От вагона, соответственно. А, от самого вагона? Да. Ну, и от дверей, соответственно, в них тоже. Там два ключика. Ключ от всех дверей, можно сказать. Да, в принципе, да, в вагоне, да. А бывали случаи, что вот в вашей практике, когда люди сбегали по пути, или, может быть, наоборот, прибегали в поезд? Как в фильмах бывает? Да, бывало. Ну, не лично у меня, а у моих коллег, ребят из студотрядов. Человек по рельсам бежал? Нет. По платформе в основном, по рельсам бегать тоже опасно, и, в принципе, все это понимают. Вот. Бывало, что пассажиры тоже бегут, и на больших станциях они убегают либо в ларечке, либо там что-то купить себе, и опаздывают перед отправлением. И вот пытаются зацепиться, вот как, ну, мы, в принципе, не имеем права дергать стоп-кран, если пассажир там не зацепился за вагон. Если зацепился, то тогда мы должны по инструкции... А вы дергались стоп-кран? Нет, это моя мечта, но нет. Понятно все. А Стивен Сигал у вас по крыше не бегал в вагонах? Нет, такого не было. Понятно большое. Ну, на самом деле, все ничего сложного, да? А, кстати, на что вы тратите зарплату вот с таких поездок? Ну, я откладываю на будущее обучение. Я планирую еще много образований получить. Очень здорово, надеюсь, у вас получится. Спасибо. Ну, а мы продолжим подводить итоги недели в Казанском федеральном. Смотрите далее. Мегагрант на 128 миллионов рублей. А что потратит их университет? Я сейчас могу полноценно управлять танком. Настоящие мужчины. Почему студенты идут в армию и о чем всегда помнят ветераны Афгана? Лицеисты Казанского университета стали победителями и призерами международного турнира юниоров по программированию. Айти-состязание прошло в столице Румынии, Бухаресте. Россию представляли две команды из Челябинска и Казани. Ученики университетского лицея имени Лобачевского привезли шесть медалей по три золота и бронзы. На какие еще события пришлась эта неделя в КФУ в нашем дайджесте? Неделя в республике началась с празднования 115-летия татарского поэта, журналиста и героя Советского Союза Мусы Джалиля. В Казанском федеральном ректор Ильшат Гафуров, преподаватели и студенты возложили цветы в садике на Аллее Славы. Мусы Джалиля имел тесное отношение к Казанскому университету. Более того, он выпускник педагогического института, в дальнейшем государственного педагогического университета, татарского гуманитарного университета, который в 2010 году стал составной частью нашего федерального университета. Как раз лауреатом республиканской премии Мусы Джалиля стал выпускник Казанского университета Булат Ибрагимов. Для поэта это была уже третья попытка покорить Джалиловскую премию. Награда была вручена за перевод на русский язык книг, поэт-стихи и наши следы. КФУ выиграл мегагрант. Университет получит 128 миллионов рублей на проведение исследований в рамках проекта «Разработка новых технологических подходов к каталитическому подземному облагораживанию высоковязкой и сверхвязкой нефти». При его реализации появится возможность повысить эффективность работы нефтяных скважин. В федеральном прошло заседание Совета ректоров вузов Татарстана. Главной темой повестки дня было рассмотрение кандидатур на должность ректора КНИТУКАИ. Четыре кандидата на этот пост представили свои дорожные карты. Отдельно на заседании Ильшат Гафуров предложил организовать выездную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции вузов республики. Руководитель федерального подчеркнул, что процедура будет осуществляться при условии добровольного согласия со стороны коллег. «Инициатива безвозмездная. У нас есть собственная поликлиника, закрепленный контингент порядка 90 тысяч населения. Тем не менее, мы помогли тоже в свете оказания содействия Минздраву республики Татарстан провести для вузов выездную вакцинацию, если вузы на это готовы». В Елабужском институте КФУ прошла встреча руководителей учреждений среднего профессионального образования Татарстана и Удмуртии. Директор института Елена Мерзон представила гостям возможности университета. Она отметила, что помимо педагогических дисциплин, в Елабуге также можно пройти обучение по специальностям в области информатики, профессионального обучения, менеджмента и юриспруденции. Новая социальная сеть взбудоражила умы мирового сообщества любителей виртуального общения. Клабхаус – сеть, где пользователи общаются при помощи голосовых сообщений. О необычной социальной сети заговорили в последней неделе, но она, между прочим, появилась год назад. В Клабхаусе громкими темами отметились Илон Маск и Марк Цукерберг. Осваивать эту нишу начали и татарстанцы. Например, одним из первых на тематическую беседу всех желающих пригласил глава Минцифры Республики Айрат Хайрулин. О том, почему взлетела эта социальная сеть, расскажет Леонид Толчинский в своей специальной рубрике «Смотрите сами». И вновь с вами «Смотрите сами». Рад, очень рад, что появление нашей рубрики не прошло незамеченным и иных даже, что называется, нешуточно бомбануло. Ну, что поделать, режет глаз. Приятно. Впрочем, об этом чуть позже. А пока о наиболее заметных событиях на интернетных просторах. И здесь, вне всякой конкуренции, нешуточная встряска всего сетевого сообщества, вызванная невероятным взлетом в считанные недели новой социальной сети «Клабхаус». Не собираюсь детально рассказывать об этой сети, просто несколько мыслей вслух. Сеть, образно говоря, представляет собой интерактивный подкаст, возвращает нас к настоящей интерактивной журналистике, журналистике мнений, но уже на новой технологической основе. И речь не о мнениях, отдельно взятых и изрядно надоевших, самопровозглашенных лидерах «Гласса народного», зачастую еще и анонимных, или бог знает как, самоназвавшихся. Здесь в режиме голосовых чатов все с именем, все по приглашению, никаких ботов и никаких игр в статистику за счет хайпа. Строго говоря, это реально классическая соцсеть. Нет мессенджеров для переписки, даже записи, происходящие в тематических кабинетах, нет. Здесь возвращена реальная коммуникация, которая стала еще и короче. Но в самом деле, где и как может большинство неравнодушных к той или иной тематике людей, в такой огромной, чисто географической стороне, оказаться в одном кабинете и вступить в дискуссию с самыми известными и доселе малодоступными персонами. Поколение истосковалось по настоящей коммуникации, поколение устало от поиска социальных лифтов, но поколение привыкло уже к таким форматам, как, например, подкасты, которые заметно взлетели в последние годы, а в период пандемии показали устойчивый рост слушателей. Когда я говорю поколение, то имею в виду не только молодых, а всех тех, кто освоился в цифровом пространстве и уже без него никуда. Есть одно существенное ограничение. Клабхаус работает пока только на айфонах. Очевидно, что те, у кого их нет, немного обижены. Трудно сказать, это вопрос времени или сознательная политика разработчиков, дабы не засорять свое творение бесконечными диванными аналитиками, обрастающими жирком возле домашних мониторов. Кстати, про аналитиков. В их стане взлет Клабхауса вызвал, мягко говоря, напряжение. Почему? Во-первых, прямая и именная коммуникация сбивает лоск не только с иных СМИ, но и с иных, как им казалось, королей социального пространства. Во-вторых, Клабхаус открывает возможности для массы людей, умных, неравнодушных, целеустремленных, проявить себя. А значит, мы вскоре можем обнаружить, что кроме тех, кто записал себя в лидеры мнений, есть и другие, которые эти мнения выражают куда более системно, актуально. Просто интересно. Потери возможности коммуницировать в одну сторону тоже стало для многих проблемой. Оказалось, что тебе могут возразить, задать неудобный вопрос, не прячась в анонимность и следом прокомментировать. История вокруг Владимира Соловьева в этом смысле весьма показательна. В проигрыше и многие телеграммеры, обнаружившие, что их конверсии сокращаются. А кто-то ведь сидит на немалых грантах и уверяет, что через свой канал в телеге перевернет мир и вот-вот убедит его в правоте заказчика. Кому-то нужно просто время физически перестроиться. Ведь подъем Клабхауса оказался неожиданно быстрым для совсем небыстрых аналитиков. Ну, а кто-то еще просто не купил айфон. Но тут что поделать в соцсети, это и бизнес тоже. И пока бизнес Клабхауса играет на компанию Apple. Кстати, про бизнес. Некоторые сбитые летчики в интернет-пространстве не только не могут понять и поверить, что они в пике, но и заливаются, мол, какая тут монетизация. Одно пустое времяпрепровождение. Ну, конечно. Самое не пустое время люди доселе проводили, почитывая и просматривая их гениальные каналы или шаловливые комментарии. А отправившись по тематическим кабинетам на для некоторых уже диковатые откровенные дискуссии, они, конечно, занимаются ерундой. Но ведь и монетизация случилась. И пока кто-то беснуется в испуге и схудать в своей псевдовлиятельности, реальные ребята реально шаг за шагом уже извлекают и финансовые выгоды от своего участия в Клабхаусе. Для этого надо всего лишь быть реально востребованным модератором. В Купертино, в Кремниевой долине, да и у нас время на надувание щек и безответное хамство не тратят, а двигаются семимильными шагами. К слову, уже известно, что одна из очень крупных компаний долины пилит свою версию а-ля Клабхаус. Конечно, ажиотаж скоро спадет. Вокруг социальной сети эмоции чуть успокоятся, и она сама вздохнет от излишнего внимания к ней с благодарностью. Но откроются и еще весьма интересные возможности применения того, что даровал Клабхаус. Если кому интересно, то об этом, конечно, еще поговорим. Ну а сегодня хочу завершить все же мнением, немного эмоциональным, но весьма трезвым, прозвучавшим в канале ПолитДжойстик. Да-да, именно в Телеграм-канале. Ведь большинство из там сидящих все же с большим интересом восприняли появление еще одной коммуникационной площадки. Итак, цитирую. «Оказалось, что нам хочется говорить часами с незнакомыми людьми. Одиночество и политическая засуха в мире тому причина. Усталость от гаджетов или зимний авитаминоз неизвестно. Но за пару дней аудитория Клабхауса в России выросла в 20 раз. Говорят, тысяч по 200. А в мире хаусклаберов уже миллионы. Здесь все пока несовершенно. А в итоге мы переедем и в конце концов найдем баланс в своей пищевой информационной корзине среди других соцсетей. Но пока Клабхаус, как пьянящий воздух морского побережья для жителя душного мегаполиса и дышат им, не ложась спать до 4 утра. Всем доброго! Эта рабочая неделя стала длинной. Но впереди праздничные выходные. День защитника Отечества. Отмечают его по-мужски немного эмоционально скупа. Но всегда с уважением к тем, кто стоит на страже интересов Родины. Это многочисленные представители армии силовых структур. Женская половина страны непременно отмечает своих любимых мужчин. А дети с уважением поздравляют своих отцов и дедушек. Роза Зарипова пообщалась с двумя поколениями представителей Казанского университета, кто не побоялся отслужить в армии и продолжить учебу. Кому-то даже пришлось бороться за свою жизнь и друзей по оружию. На принятие военной притяги ко мне. Есть. Матрос Сабиров дает клятву достойно выполнять воинский долг. После первого курса, взяв академические каникулы, студент Института экономики и управления финансов отправляется служить в Крым. Из теплого родительского гнезда попадает в инженерные войска Евпатории. Когда мы жили в полях осенью, то есть когда-то у нас были палатки дырявые, спали под дождем. Старая просыпаешься, у тебя одежда мокрая, ты как уехал в поля согреться не можешь, там мы месяц жили. То есть мы участвовали в учениях, на вертолете летали, то есть много разной техники, там морской пехоты, вот эти холостые выстрелы, все эти взрывы были интересные, корабли увидел. Вместе с ним на службу отправился и его однокурсник Анатолий. Пришел сдаваться не врагам, а военкомату по собственному желанию. Впрочем, далеко не уехал. Я служил в Казани, в танковом училище. Собственно, мы обучались вождению на танке. По окончанию учебки я получил права механико-водителя на танк Т-72. Были постоянно выезды, учения. Ну, то есть я сейчас могу полноценно управлять танком. Ребята единогласны во мнении, что армия – это школа жизни. Ее историю необходимо пройти самому, а не просто пролистать страницы учебников. Иначе как отличить товарищей от врагов, научиться ценить и дорожить, и просто привить себе хорошие привычки? Ну, это, в первую очередь, самостоятельность. То, что на протяжении года ты жил сам, без помощи родителей. Второе – это дисциплинированность. Если раньше надо было ходить вокруг да около, чтобы заставить себя заправить в постель и сложить там вещи аккуратно, то сейчас уже на протяжении полгода, как я вышел с армии, мне это вошло настолько в привычку, что я до сих пор как бы соблюдаю вот это вот правило. Иногда хочется вернуться в армию, потому что на гражданке не можешь чувствовать эти эмоции, которые там получаешь. Это свой коллектив, там узнаешь, кто тебя становится другом, кто врагом, там люди сразу раскрываются. Таким же молодым в октябре 80-го был призван и Сергей Городничев. Попал в Прибалтику, затем в Узбекистан. Колорит местных жителей на фоне боевых действий отличался. Фотографии с боевыми товарищами мы нашли в фонде музея Казанского университета. Отношение жителей было такое, что мы приходили на пост, кто виноград, кто плепешку, кто еще что-то. А там в магазинах продавался джем такой абрикосовый, вот так нам нравилось. Ну что, солдаты, мальчишки же еще любили сладкое. Вот этот вот джем, вот мы приходим на пост, у нас полные руки. Судьба сделала вызов – исполнить интернациональный долг в Афганистане. Это тот эпизод жизни, говорить о котором так трудно. От воспоминаний тяжело дышать даже сегодня, спустя столько лет. И близкие погибали, это все было на глазах. Не воспринималась эта реальность, это вот когда только, ну вот первые месяцы, когда я туда попал. Ощущение было того, что как будто это сон. Помнит и как спустил первый раз курок на автомате. В ответе пауза – в глазах боль от событий тех лет. Вы помните эти чувства? Чувства? Помню. Если ты не нажмешь первый курок, значит нажмешь кто-то другой. Сергей Городничев был награжден медалью за боевые заслуги. В феврале прошлого года, в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана, он принял участие в уроке мужества вместе со студентами КФУ. Говоря о медали, скромно признается – наверное, заслужил. Заодно проведенную успешную операцию. Нужно было вывести из зоны, из контролированные зоны душманов. Все было проведено без потерь. Роза Зарипова, Булат Садыков, Алексей Румянцев. КФУ. Итоги недели. Такой выдалась эта рабочая неделя в Казанском федеральном. Следующая будет чуть короче, но от этого не менее интересной. Ее итоги смотрите также на телеканале Универ ТВ в субботу ровно в 20.00. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok